Всем привет! Это новости АФК Система. С вами Яна Волкова и Виктор Черкасов. Сегодня в выпуске авторитетные издания об успехах системы, акселератор МИДСИ и дизайнерских акатон в Питере. Обо всем этом и не только. Подробнее прямо сейчас. На прошлой неделе на Алтае прошла стратегическая сессия корпорации. Центральная тема обсуждения – будущее, которое невозможно представить без инноваций. Так, авторитетное издание Financial Times в статье о Владимире Евтушенкове отметило, что недавний успех IPO, проведенных системой, подтвердил правильность инвестиций корпорации в новые технологии. А Forbes назвал агрохолдинг-степь лидером цифровизации сельского хозяйства в России. Тем временем, коммерсант сообщил о планах МТС создать акселератор и венчурный фонд на 100 миллионов долларов. Это позволит компании инвестировать в стартапы в сфере искусственного интеллекта. МТС ищет проекты, которые занимаются анализом языка, изображения и поведения, созданием цифровых двойников и логистикой. А Центр искусственного интеллекта МТС заключил соглашение с акселератором из Кремниевой долины Plug&Play, который инвестировал в Google, PayPal и другие IT-компании. Между тем, столичные власти совместно с МИДСИ запускают первый акселератор для стартапов в сфере здравоохранения. Лучшие участники смогут запустить пилоты на базе столичных государственных медучреждений и крупнейшей сети частных клиник. А КДЦ МИДСИ на Красной Пресне успешно прошел сертификацию Национального института качества. Добровольная сертификация по системе Росздравнадзора подтвердила качество и безопасность медицинской деятельности в клинике. Цифровой коворкинг МТС Банка признан лучшей корпоративной практикой 2021 года в номинации создания благоприятных условий труда, конкурса инвестиций в развитие здоровой страны. Коворкинг в штаб-квартире МТС Банка – это гибкий офис с возможностью удаленного бронирования рабочих мест, с зонами для совместной индивидуальной работы, чат-румами и акустическими кабинетами шумоизоляции. Также в офисе есть мини-спортзал и летняя терраса для кофе-брейка и встреч с коллегами на открытом воздухе. 23 и 24 октября в петербургском пространстве Раскрой пройдет дизайнерский хакатон Кибергжель. Хакатон – это интенсив по внедрению традиционных культурных кодов Кжели в современный дизайн. Проект учрежден по инициативе двух активов АФК – концепт-групп и группы компаний «Народные художественные промыслы». В рамках хакатона Кибергжель компании ищут дизайнеров, которые владеют диджитал инструментами или используют в работе с традиционными стилями новые маркетинговые стратегии. На этом у нас все. С вами были Яна Волкова и Виктор Черкасов. Еще больше новостей на нашем сайте система.ру и телеграм-канале Система Ньюс. Всем хороших выходных и отличного настроения!